Сначала мы находим 2 степени 2 в 10 степени 1024 Да, правильно. Значит, в 20 степени уже будет еще плюс 3 нуля. Значит, с каждой плюс 10 степени получается плюс 3 нуля. Или больше, потому что там еще будет накапливаться из-за этих 24 немножко. Да. Мы умножаем 3 на 100. Потому что в 1000 их 100 пар. И умножается у нас 300 чисел. Значит, 300 чисел. И так еще больше. Именно больше. Чуть-чуть больше. Давайте я строго напишу то, что она сейчас сказала. Развожу вот это равенство в сотую степень. Получается 2 в десятый сотый. То есть другими словами 2 в тысячной степени. Это 1024 в сотой степени. Это больше, чем тысяча в сотой степени. А это 10 в какой степени? В трехсотой. Потому что 3 нуля там, это все это сто раз. Господа. Это означает, что число 2 в степени 1000 содержит больше трехсот цифр. То есть 301 или больше? Вообще-то это уже часть ответа на вопрос задачи. Мы поняли, что количество цифр больше, чем 300. 500. Но в задаче спрашивали не только это, но и спрашивали больше, чем 500 или нет. Вот как вы считаете? Больше, чем 500 или меньше? Меньше. Меньше. Почему? 4 это меньше. Кто сможет доказать, что количество цифр в числе 20 в тысячной степени меньше, чем 500? Да? Возможно, если 50 будет, тогда плюс 50 цифр только и 850. А там меньше. И неужели? Мне нужно строгое доказательство. Вот, ребята, чем была хороша вот эта строка? Тем, что каждый переход в ней абсолютно понять. Вахтысячный это 1024 в сотый, то есть больше, чем 1000 в сотый, а это 10. Можем ли мы в таком же стиле написать неравенство, только чтобы здесь было неравенство в другую сторону? 10000. Вот, слышите? Не надо быть жадными, ребята. У нас здесь оценка очень слабая, поэтому вы можете просто 1024 оценить сверху число 10000. пишу. Вот здесь вот 1024 в сотый стиле. Видите? Пишу, что это меньше, чем 10 тысяч. 1024 точно меньше 10000. В той же самой сотой стиле. А это, господа, 10 в 400. А здесь сколько цифр? 401. 401. 401 цифра. Ну, на самом деле, поскольку строго меньше, то мы только что доказали, что 1024 в сотой степени содержит не более скольки, не более 400 цифр. То есть, посмотрите, что произошло. Мы доказали, что количество цифр больше, чем 300, и не больше, чем 400. При этом, когда 300 было, видно было, что оценка довольно-таки близко. 1024 не очень сильно отличается от числа тысяч. А когда мы делали верхнюю оценку, мы очень сильно пробили. 1024, конечно, намного меньше. Может ли кто-то из вас дать более сильную оценку, чем 400? Доказать, что количество цифр, например, будет меньше, чем 350? Кто-нибудь сможет? Это нахождение примерно алгоритма отличного из 2 в типе. Абсолютно верно. Про алгоритмы я сейчас тоже поговорю, но это чуть-чуть потом. посмотрите, как можно доказывать неравенство. Смотрите, у нас 1024 в сотой степени. Согласны? Да, или нет? Итак, а сейчас я говорю следующую простую, что вообще-то это меньше, чем 1600 в степени 100. Правда или нет? Да. Почему? Потому что 1024 меньше, чем 1600. Отлично. А это что такое? А это 16 в сотой умножить на 100 в сотой. Отлично. А 16 кто-нибудь знает, какая степень будет? Какая? Четвертая. Значит, это 2 в 4 в сотой умножить на 10 в 2 сотой. 2 в десятой в сороковой 4 на 10 на 40 на 10 в 2 сотой. Правильно? 2 в десятой это что? 1024 в какой? В сороковой в сороковой на 10 в 2 сотой. Так, 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 так. Мне нужно чуть-чуть еще, чуть-чуть еще, но у меня место в доске уже полностью кончилось. А давайте я здесь между строчками продолжу. Это меньше, чем 16 в сороковой умножить на 10 в 2 сотой. Правильно? Меньше чем 16 в Меньше. А это что такое? А это 16 в сороковой на 100 в сороковой это 10 в 80 да еще 200. на 10 в степени 280. Так, а это есть 16 в 2 в четвертый. 2 в какой? в 160 на 10 в степени 280. Ну, ребята, придется все-таки что-нибудь стирать. придется что-нибудь не двигается она с самого начала года сломана я боюсь уже навсегда. Это вообще удивительно явление в этом здании что-то произошло с человеком который отвечает за ремонт всякой мелочей особенно замечательно в мужском туалете уже больше года полная какая-то разруха видно что люди в принципе не понимают что такое почему туалет казалось бы такое немудреное искусство а вот что-то произошло тоже самое с доской вот казалось бы немудреные штуки здесь ролики такие должны быть а вот нет и так осталось чуть-чуть давайте я напишу еще раз зачем мы здесь нашли 1024 в сотой степени меньше переписываю чем 2 в 160 умножить на 10 в степени 280 в 10 это 1024 в 16 да на 10 в степени 280 это будет 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 12 12 а это есть 2 знаете в какой степени из 4 до 16 это сколько будет 4 на 16 2 в 64 правильно то есть 2 в 4 на 2 в 60 а что такое 2 в 60 это 1024 в 6 а здесь будет 10 в степени 312 так недолго осталось господа вот это меньше чем 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 координацию 2000 в 6 иначе 2 в 4 на 2000 в 6 на 10 в 312 так 2 в 4 и 2 в 6 это 2 в 10 поэтому мы наконец-то получили такую оценку мы получили какую-то оценку это будет 2 в 10 дальше здесь 18 и 312 это 330 10 в степени 330 и так 1024 на 10 в степени 330 здесь три нуля это меньше чем 2 умножить на 10 в 333 ребят ответ не больше чем 334 то есть количество цифр цифр меняется до 334 видно что такими методами считать долго и такими методами вы получаете весьма грубые ответы то есть я быстро доказал что где-то так от 300 до 400 цифр после этого я долго долго до полтости списал доказал что количество цифр от 301 до 334 а теперь вопрос а вот если я хочу узнать а на самом деле сколько цифр точно могу я это сделать или не могу ребят оказывается что человечество эту проблему решило в шестнадцатом веке и это было не просто важное не просто важное решение а тогда произошла в некотором смысле революция вычислительной математики были созданы так называемые таблицы логометров давайте я сейчас быстренько объясню что это такое потому что вы видите что вот этот ужас настоящего вычислительного значения иметь не может потому что вообще-то про число мы хотели бы знать не только его количество цифр но и вообще-то когда у вас есть большое число вы понимаете что знать скажем что у меня пять цифр это на самом деле значит что оно не меньше чем десять тысяч и меньше чем сто тысяч правильно это еще не достаточно чтобы знать число надо знать несколько первых цифр так вот что было сделано когда люди изобрели составить первую таблицу логарифм было сделано следующее сумели смести возведение в степи к задаче сложения что такое логарифм и почему это было здорово когда придумали логарифм а вот вот берем какое число больше единицы но не сильно например одну целую одну сотню и пишем следующую таблицу в первой степени это будет одна целая одна сотня во второй степени это будет о на самом деле я даже могу посчитать в третьей степени ну это уже наверное считать надо да ну и так далее и так далее и так далее и так далее это будет одна целая одна сотня в какой-то степени а две целых будет одна целая в следующей степени представили отлично тогда когда вы умножаете на двойку вы каждый раз умножаете больше чем на это и меньше чем на это правильно заключается как это писать неравенство число 2 больше чем одна целая одна сотая в n степени и меньше чем одна целая одна сотая в n пусть вверх замечательно а дальше вы берете и говорите что когда подходишь в тысячную степень один раз проведя вот такие вычитывания вы получаете так называемую таблицу логарифм у кого есть калькулятор там есть что называется обычный режим ну для тех кто совсем включил там будет знак плюс минус умножить разделить и есть так называемый инженерный режим в инженерном режиме на калькуляторе что есть там есть такие функции квадратный квадрат это неинтересно это неинтересно а принципиально важно там есть функция натурального логарифм там есть функция в степени там есть функция синус осинус да господа вот это есть те самые функции которые очень помогают для разных расчетов сейчас давайте я покажу каким образом на калькуляторе вы могли ответить на вопрос сколько цифр в числе 2 в тысячной степени дело в том что калькулятор у вас есть вы можете сами не уметь вызвать в тысячную степень но электроника умеет итак смотрим что значит что у вас число в тысячной степени это значит что на самом деле вас интересует в какой степени вот к чему здесь равно x если например здесь x чуть чуть больше чем 3 то это значит что 4 если здесь x будет чуть чуть больше чем 308 значит 309 цифр ну и так далее отлично в общем такой разница господа я сейчас не могу тратить на это время объяснить почему это так но есть такая операция называется логарифмирование и логарифмирование в данном случае приведет к следующему тысяча логарифмов 2 это есть x умножить на логарифм 10 хотя впрочем на многих калькуляторах есть такой режим называется десятичные логарифмы если десятичные логарифмы то тогда это еще легче тогда будет так тысяча десятичных логарифмов двойки это x так у кого-нибудь есть калькулятор у которого есть десятичные логарифмы давайте спасибо вам диктуйте мне пожалуйста вот это число логарифм логарифм двойки по основанию десять его иногда назначают лж иногда лог по основанию десять отлично вот давайте петлю сила вот это число ноль целых получается моль дальше один моль два девять девять ну хватит хватит все там еще какие цифры да что такое умножить число на тысячу это переставить запятую куда сюда правильно на три знака потому что три ноль ноль стираем запятую сюда ставим вот и все получается триста один с небольшим а это значит цифру сколько триста три то есть правильный ответ триста две цифры ребята обратите пожалуйста внимание это означает что если вы поймете что такое логарифм то многие задачи для вас перестанут быть сложными потому что просто нажать ее на кнопочку на калькуляторе ну а еще лучше на компьютере в общем и все и вы будете знать ответ на огромное количество вопросов без всяких таких длинных вычислений потому что что называется за вас уже посчитаем так это что это так если вы не если то что это